Доброе утро, это программа Утренний Экспресс. У меня к тебе вопрос. Как ты относишься к ювелирным украшениям? Как любая девушка, я... Я заметил, что у тебя брошь в виде... Это снегирь, ведь? Это снегирь, да. Синенький снегирь. Ну, синенький, совершенно верно. Как ты относишься к украшениям? Обожаю, как любая девушка. Да? Ну, а вообще, как ты считаешь, могут ли быть вот... Ну, понятно, кроме того, что они несут эстетическое какое-то удовольствие и наполнение, да, есть в ювелирных украшениях, а пользу они какую-то могут принести? Я думаю, что да. Должна быть и польза, как минимум, это хорошие инвестиции. Ну, кстати, вот об этом давайте мы поговорим с ювелирным стилистом Оксаной Баталовой, которая присоединилась к нам. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, если говорить об украшениях, как об инвестициях, какие изделия могут стать вот инвестицией? Инвестиционными украшениями могут быть только изделия с драгоценными камнями от определенного размера. Драгоценными камнями инвестиционными считаются бриллиант, рубин, сапфир и зумруд. И размер камня должен быть от 0,25 карат. Бриллиант, еще раз. Рубин, сапфир и зумруд. Сапфир синий. Только синий. Только синий. У меня только рубин и тот телевизор. Старый. Все впереди. Как определить ценность украшений? Ценность украшений может определить только эксперт верный, правильно, на сегодняшний день. Потому что в мире все изменчиво, ситуация финансовая меняется. Поэтому самим никогда не определите. Даже если вы купили очень дорого, не значит, что это украшение действительно является инвестиционным или имеет ценность. Поэтому только эксперт вам скажет реальную стоимость и действительно является ли это украшение инвестиционным. То есть на глаз вообще никак. Не получится. На глаз ничего нельзя определить хорошо. Ну почему? Слушайте, сейчас бижутерию такую делают, что вот она правда... Ну смотрите, это история быть или казаться, да, как бы, то есть мы все-таки для чего покупаем. Если просто для украшения, а для украшений, то тогда действительно бижутерия. Если все-таки мы наполняем фамильную шкатулку, создаем ювелирный гардероб и хотим свои деньги сохранить и приумножить в будущем, тогда надо обращаться к специалистам, грамотно, осознанно подходить к выбору ювелирных украшений. Ну все равно ведь человек, извини, Тань, человек, который вот занимается, да, украшениями, он все равно же должен хоть какое-то малейшее представление иметь о том, например, как бриллиант отличить от подделки какие-то. Все равно маломальские же есть какие-то параметры. По цене, наверное, в первую очередь. Нет, бриллиант от подделки, особенно от хорошей подделки, отличить только специалист, это гемолог на специальном оборудовании. Даже я 15 лет находясь в ювелирном бизнесе, никогда в жизни на глаз или там пощупав на зуб никогда не отличу подделку настоящую. Поэтому обращаться надо к специалистам. Вы же сами не лечитесь, то есть не ставите себе диагноз, да, то есть выходите к врачам, так же и с украшением надо обращаться к специалистам. То есть оценить качество, ценность и подлинность изделия, украшения, камня, изделия сможет только гемолог. Оксана, расскажите, пожалуйста, вот в сложившейся ситуации поменялись ли как-то цены на украшения, может быть, они выросли, насколько? Конечно, мы, хотя находимся в Российской Федерации и закупаем сырье, это золото, драгоценные камни, драгоценные в рублях, но прайсы почему-то у нас фиксированы в валюте. Соответственно, раз выросла валюта, соответственно, выросли и украшения пропорционально росту валюты. Но вот все равно вы как-то связываете это вот с пандемией, нет? Нет. Нет? Я связываюсь только с курсом валюта и падением нефти. Ну а сейчас, вот в данный момент, стоит ли вот вкладывать в ювелирные украшения? В ювелирные украшения, в правильные, как мы изначально обсудили, стоит вложиться. Сейчас в магазинах, многие магазины не делали переоценку, то есть можно найти по хорошим, так сказать, по старым ценам на витринах, то есть классные украшения, вложиться в них, и они сейчас уже существенно дороже будут. А от какой стоимости начинается вот инвестиционное украшение? От размера камня, то есть один камень должен 0,25 карата быть. Стоимость разная, 0,25 карата, бриллиант, там, ну, один камень, да, сольный, в одном магазине может стоить 50 тысяч рублей, в другом магазине может 120 тысяч стоить. При этих же характеристиках называется. Кому-то сильно денег надо, у кого-то там какая-то ценовая политика своя. Смотрите, давайте мы выясним, что же мы все-таки подразумеваем под инвестиции. Да, вот, ну, я купил этот камень, и что он у меня будет лежать? Вот в чем прикол, как можно сказать? Прикол в том, что вы всегда сможете реализовать его за те же деньги, минимум, за которые вы купили. Ну, а плюсом, что инвестиционные камни, они ежегодно идет прирост в цене. Потому что они, как и любые инвестиции, то есть у них есть прирост. То есть мы приобретаем этот камень драгоценный для того, чтобы в будущем его продать? Нет, вообще, как бы к ювелирным украшениям больше 99% относятся так. Купить правильное украшение, вложиться в фамильную шкатулку, но если в черный день что-то случится, то без потерь реализовать и превратить в деньги. Понятно. Ну, а есть ли какой-то, я не знаю, там толк? Мы говорим сейчас о камнях, ну, а вообще о цепочек, от золотых, я не знаю. Нет, в золотом смерти. Если брать просто золотое украшение, цепочку, там, кольцо, да, без ставок, то из чего состоит цена? Делим на три части. Само сырье золото, работа по этому золоту и торговая наценка нескольких предприятий, которые произвело оптовое обычное предприятие и розничное. Так вот, когда вы сдаете обратно, это в ломбард украшения, то торговые наценки и работу вы теряете, вы получаете только деньги за сырье. Поэтому вкладываться просто в металлические изделия и золото, это бессмысленно, не стоит. Все понятно. Все понятно, спасибо вам большое. Оксана, еще вот один вопрос. Мы сегодня говорим о здоровом образе жизни, правильном питании. Ваше отношение к этому? Вы подрыве, силы, зарядку что-то сделали? Нет, конечно, кофе выпила. Я стараюсь к его придерживаться, но у меня, к сожалению, не всегда это получается. Зарядку, в общем, не делаете? Я хожу, у меня уже 15 лет есть абонемент в спортзал. А, главное, есть абонемент. Это уже хорошо. Да, я его продеваю каждый год. Правильно.